О, всё, теперь начал снимать, а оно чё-то экран дёргается, вот так поворачивается в сторону, оно дёргается. Поздоровайся, Ванюш. Всем привет. Всем привет, друзья. Большое всем спасибо, кто меня поздравляет с днём рождения. Очень, очень приятно читать, на самом деле. Но у меня день рождения не сегодня, а завтра, так что... Так что дождитесь, пожалуйста, завтрашнего дня. А так, правда, уже, наверное, человек с тобой поздравил, а это приятно. Вот так. Короче, Ваня, мы пока ездили, у нас там были дела, забрал весы, отправил посылку победителю, который яйцо выиграл, 100 штук. Я закрепил комментарий, кто выиграл под тем роликом, можете посмотреть. Он там свой инстаграм оставил, и, короче, он мне написал, что... Ну, я только отправил посылку, он написал, что уведомление о том, что посылка идёт, пришла. Э, ты шо, поруби мне весы свеженькие. Пока мы ездили, Ваня нарвал им кукурузу, дай покажу. А она уже вот посохла. Там бима есть, тебе говорю. Да я понял, но я вообще говорю, как быстро. Только вот была зелёненькая, и мы её варили, как тут раз, и всё высохло, и всё. И они не хотят её есть, Ваня, он её чистит. И что ещё хочу сказать по поводу вот этого интернет-заказа весов. Я заказал весы с названием «Опера». Вот тут было написано «Опера». Мне прислали вот какой-то «Мотарикс». Я не знаю, что за весы. Ну, они тоже 50 килограмм, но заказывал я весы не такие. Вот так. Я уже не стал от них отказываться, потому что, ну, как бы на почте. Думаю, какая в них разница, если это, ну, как бы самые дешёвые. Пойдут идти, ну, как бы цену мне-то не поменяли. В общем, весы пришли. Можно забивать уже птицу на мясо. Конечно, можно и кантором взвешивать. Но очень удобно, когда ты цену, к цену выставил какую-то. И оно раз-два. И это старое. Эту поедят. Дай им-ка, да. Смотри, глядь, как ждут. Вот так, как они любят. Опускай. О! Вот так. Выпустил утку. Много из вас написало правильно. Написали вы... О, глядь, теперь кидается, дерётся с утятами, с другими. Вы написали, что выпусти её, меньше будет там бардака. Потому что, как бы, она тоже гадит. И это правильно. Гусята на неё не обращают внимания. Так что, ну, как бы, и она на них. Так что нормально, что их убрал. Ну, короче, вот такие вот непонятные веса. Вот электровесы со счётчиком цены. Переменного и постоянное электропитание. А, ты высадил и опять в погребе был, да? Всё, идём ловить этих. Иди лови бройлера. Сейчас сходим. Да, иди лови бройлера. Или ты это. Или я давай пойду. Или ты. Всё, тогда на, держи, вот так снимаю. Этих обормоков ведь наглодается. Ох, ты поразит. На меня нагадил. Смотрите, утка дерётся с кем-то. Кто помнит, сколько... Вот, зараза. Нагадил на меня бройлер. Кто помнит, сколько моим бройлерам возраст? Я лично не помню. Но... О, какие глазки это. Растут они отлично. Так, ты от меня убежал? Сейчас и бройлер от меня убежит, Вань. Во. Хочу их взвесить очень давно, но сегодня нечем было взвесить. Так что, вот сейчас настал этот момент. Тара, короче, сбросит цену. Вот, ноль. Очень-очень интересно, какой же вес у бройлера. Как мне помнится, они живут у меня где-то месяц, да? И двухнедельных я им брал. Ну, может, полтора, а может, чуточку больше. Светлана Николаевна заходила, когда управлялась, говорит, маленькие. А оно просто, они кажутся маленькими, когда они находятся в большом загоне. Ну, как бы, загон у них большой, а их там всего 10 штучек. А так, смотрите, какой вес. Три с половиной. Три пятьсот пятьдесят. Ну, конечно, это я поймал с самого большого. В среднем больше трех килограмм. А еще очень хочется взвесить самого маленького. Сейчас... Чего ты их дразнишь? Сейчас взвешу самого маленького. Ну, вот самый большой три с половиной. Завтра у меня день рождения. Это некогда забивать. Послезавтра, возможно, будем забивать уже бройлеров. Но я не знаю точно, как получится. Так что, вот так. Все, этого красавчика отношу. А сейчас принесу самого маленького. Вот так. Смотрите. Плюс-минус они все одинаковые. Я взвесил вот этого. Вот такой же, такой же, такой же, такой же. Несколько чуть меньше. А один прям, прям манюсенький. Он как-то сразу был такой. Вот он. Вот эта курочка чуть, ну, чуть меньше этих. Ну, может, до трех килограмм. А вот один прям маленький-маленький. И он с самого начала как-то отстал в росте. И вот мне было интересно. Грудка у него хорошая. Но при этом он манюсенький. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Все. Весы на нуле. Оп. Смотрите. Кило девятьсот. Ну, я не буду его забивать первым. Он растет. Есть какой-то шумей. Ничего, кидай. Кидай нормально. Да. Нормально. Ничего, что там чуть-чуть этого. Можно вот так убрать. А можно вот так отломать. Бери. Просто отломать. Держи, я отломаю. Все. Это в тачку кинь. Где она? Вон, в тачку выкинь. Или за этот перекинь. Вот так. Я его не буду первым забивать. Вот этого бралерка. А посидит. Ну, может, еще где-то недельку поживет. Может, до двух с половиной килограмм наберет. Ну, я думаю, что вам тоже интересно, какой же вес у индюков. Сейчас мы их тоже взвесим. Хотя бы парочку. Нет? Не хотят? Типа старая она уже для них, да? Ну, значит, обрезай. Все. Бролерки послушные. Заносим. Индюки, конечно. Индюки, конечно, вам не бролеры. Они покрупнее. Вот вынес. Но я вам еще раз хочу сказать. Я люблю взвешивать самых, ну, больших. И я не помню, сколько им. Но я их брал. Им было пять недель. Сорок дней им было. Да, вот как раз. Или сорок два. Что-то типа того. Ну, может, почти шесть. И сколько они у меня живут. Я не помню. Но мне кажется, что тоже плюс-минус месяц. Да? Я не буду... Ну, то есть я не утверждаю. Я так, как бы, навскидку. Очень сложно запоминать, кто когда появляется. Но они растут очень хорошо. Сейчас опять купил им корма. И это. И думаю, что вот этого корма, что я уже купил, должно им хватить. Ну, посмотрим, как будет. Все. Ставлю на весы этого красотуна. Чтоб хоть бы телефон не сбил. А ну. Бежать. Давай. Вот так просто поправим. Поправим. Тихо. Тихо-тихо. А ну. Лапа громаднейшая. А ну. Можешь стоять? Стой. Пожалуйста. 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 Смотрите, какой красавец. Стоит. Вот такой высокий. И вес 8,5 килограмм. 8,5 килограмм. Индюку. Ну, где-то 2. Опачки. Ага. На весы прям? Нет. Промазал, слава богу. Индюку где-то 2,5 месяца. Если я не ошибаюсь. Вот так. Еще раз повторюсь, что они едят у меня. Какой попадет комбикорм, тот и едят. Ну, вообще красавчик. Очень мне нравится. Ну, вот так, ребят. Взвесил вот я вот этого индюка. Вот этот, вот этот, вот и вот этот. Примерно они одинакового размера. А те чуточку поменьше. Думаю, что где-то от 5. И вот этот, скорее всего, самый большой. До 8,5. Им 2,5 месяца. Еще им 2,5 месяца как минимум расти. И думаю, вот смотрите, подстилал позавчера. Сейчас нужно опять у них убирать. Думаю, до 20 килограмм вырастут. Именно самцы. Вот так. В те разы у меня не было 20 килограммовых. Сейчас думаю, что будет. Растут отлично. Просто потрясающе. Все, сейчас мне опять очень много работы у всех чистить, убирать. Вот так. Помните, я вам рассказывал, что они ходят жидким. И вот от этого, видите, у них хвосты немножко грязноватые. Это, скорее всего, от того, что корм у них нестабильный. Один и тот же. Сейчас я вот купил им вот этот. Этот для индюков. Возможно, наладится. Посмотрим, как они будут расти. Ну, не расти, а как они будут ходить. По-большому. Ну, вот так. Вообще круто. 8,5 я не думал, что такой большой. Все. Ваня говорит, чтобы мы опять сходили по кукурузу. Кабачок, что ли, там Ваня разрезал. Ну, короче, вот так. Все. Гусятки остались сами. Я им травы кинул. Иногда будет у них вечером поубирать. Но это сейчас в течение часа. Сейчас все поделаю. Ну, насколько усею. А так? А так прикольно. У меня теперь есть весы. А да вот-ка. Выкинул. Чего? А то, что она их нянянчит. Где-то она ходит здесь, по двору. Сейчас вам покажу. Ей пофиг на них. Вашли где? Сейчас пойдем. Где мамка их? Где ваша мамка? Нет, она белая с побитым носом. Короче, где-то лазит. Я не знаю. Где-то ходит. Только что ж ее выпустил. Непонятно. Все. Может и там. Я не знаю. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Ваня меня заставляет с ним сходить по кукурузе. Потому что они сейчас с бабушкой будут копать картошку. Вот такие вот дела. Ладно. А это пицца завтра. А? А это пицца завтра. А. Завтра ж ничего не делаем. Завтра день рождения. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Мне даже мой домик не застроить. Ну, строй. Ну, я имею в виду, что ты не планировал на завтра. Ну, и всем пока-пока. Пока. Продолжение следует.